Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня мы решили опять пробежаться по американским сериалам и узнать, что же нового произошло в уже хорошо известных нам историях. Из последней серии грима можно понять, что дальше будет только запутаннее. Правда, розоватый грим вместе со своей дамой сердце немного стал надоедать своей правильностью. Можно сказать, совершенно лично. Анонс следующих серий вообще крут. Ведьма с дочкой спасаются при помощи матери того же грима и оказываются у него в доме. Представьте себе, как будет рад отец девочки. Он же начальник того же розового Ника Ака Грима. И бедный потрошитель с лисичкой на пару. Им придется разруливать и эту ситуацию. Вот китайцу Ник все же ничего не сказал. Нехорошо. Сверхъестественное радует психологическими заморочками. Вывернутые отношения братьев уже порядком достали. Вернее, не сами отношения, а то, как сценаристы это нам излагают. Странные реакции на нормальные человеческие порывы. Хороший мальчик Сэм постепенно становится приличный сволочь. Но зато плохой мальчик Дин все хорошает морально и физически. Очень надеюсь, что в следующих сериях Коули появятся. Без него скучно. Постная рожа Сэма почему-то совсем не радует. Дневники вампира продолжают изворачиваться как угодно, лишь бы удержать зрителя. Кэтрин поселилась в Елене. В ход пошли дети, спасение их не жизни и тому подобное. Не удивлюсь, что скоро появятся и внуки со сверхспособностями. Что ж, удачи им. Пятый сезон все же не шутка. Надо стараться чем-то удивить. Начались съемки сериала Константин. Посмотрим, чем порадует нас актер, играющий сериальную версию знаменитого изгоняющего демонов. Не думаю, что сериалу удастся повторить успех фильма. Все же Киану Ривз это и в Африке фигура легендарная, а уж тем более в остальных Европах и Америках. Но будет посмотреть, что получится из этого эксперимента. А у нас на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, будем вам рады. Всем удачи!